Задачей фильма была не показать какой-то уникальный регион Антарктиды с необычными красивыми планами, с красивыми бегающими пингвинчиками, с замечательными плавающими косатками и прочим. Задача была рассказать о экспедиции, проходящей в живом режиме, в лайфовом режиме, в сложных условиях. И снять это не где-то на задворках Антарктиды, рядом с аэродромом, где у вас находится большое количество вспомогательной группы, большое количество вспомогательной запасной техники и так далее. А снять это в реальных условиях экспедиции, в ходе двух недель дороги, которая продолжалась экспедиция. И рассказать о том, что чувствовали люди, как складывались их отношения, и как готовились они к этому, что чувствовали на полюсе. По большому счету, что чувствует любой путешественник, который достигает какой-то своей цели финальной. И вот это, наверное, была основной задачей фильма. Потому что, если кто-то хочет посмотреть красивую природу Антарктиды, пожалуйста, есть вагон фильмов, там, Фроза планет, планета Земля, где в тысячу раз лучше это снято. Все это видели, все знают, как прекрасно выглядит Антарктида, какая она бывает красивая, замечательная. Но практически не существует фильмов во всем мире, где реально рассказывается о том, как происходят такие экспедиции в лайфовом режиме. Буквально несколько проектов в мире, у Discovery существует, которые показывали схожие экспедиции в режиме реальной жизни. И вот это явилось основной задачей, рассказать об отношениях людей в этой экспедиции, о том, как она происходила. И это реально происходило в ходе живой экспедиции. Ну, по технике я уже в целом тоже сказал, что использовали много систем, позволяющих дублировать друг друга, потому что не было возможности в случае поломки или чего-то еще достать новую. Поэтому много было использовано антизамерзающих систем, система обогревания камер, обогрева линз. Использовалась только техника на основе P2-карточек, которая позволяла работать в очень холодных условиях. Использовались системы таймлапса, стабилизированные экраны, которые везли тоже с собой. Ну, естественно, работать одному, так как приходилось мне работать одному, как оператору и режиссеру, было довольно сложно в этих условиях. Но все очень активно помогали, и благодаря этому появился вот такой вот продукт. Спасибо. Спасибо.